Привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Попался мне тут на глаза корейский рецепт сосиски в тесте. Я бы мимо прошел, честное слово, но глаз зацепился за тесто, и я решил попробовать. Тесто дрожжевое, да черт бы с ним, но там в состав входит одновременно и пшеничная рисовая мука. Мне показалось это странным. Нет, кляр с подобным составом я делал, но чтобы дрожжевое с рисовой мукой, что-то странное. Не знаю, что получится, в конце ролика увидим. Поехали! Пшеничная мука, рисовая, соль, дрожжи, яйца и вода. И перемешать. Теперь надо тесто оставить в теплом месте без сквозняков до увеличения объема в 2-3 раза. У меня такое место в духовке. Тепло обеспечит лампочка. У корейцев же посмотрел для оформления использования картошки. Странный вариант, на мой взгляд, но попробуем. Проварю в подсоленной воде минуты 3. Нарезано мелко, так что за эти три минуты она до полуготовности будет успеть дойти. Все, пусть остывает. Застыло. Теперь ее надо крахмалом пересыпать. Сосиски надо бланшировать в кипятке, чтобы убрать излишнюю соленость и чтобы жир с поверхности тоже ушел весь. Это чтобы тесто у лучших поверхностей приклеивалось. Надо их обсушить. Начнем процесс. У меня. У меня. У меня. мокрыми руками проще формовать слишком много теста использовать не надо первый вариант самый простой панировка в сухарях второй вариант в картошку так как она не полностью все тесто закрыл эту сухари эту конструкцию вот такие странные штуки получаются готовится все это во фритюре температура масла 160 180 градусов и аккуратнее не пережать иначе сыр внутри перегреется и выступит наружу вашего corn dog по моему так они называются а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Интересно, что там внутри. Так, ну верхняя сторона сырная, дальше сосиска, я все доедать не буду. Что могу сказать? На мой взгляд, никакого особенного вкуса у этого теста нет с рисовой мукой. И я, честно говоря, не представляю, для чего бы здесь ее использовать. На мой взгляд, можно с таким же успехом просто приготовить это тесто на пшеничной муке. Никакой разницы особенно не будет. Для меня это большая порцайка, я поэтому с картофельной начинкой оставлю для своих юных операторов. Да и этот тоже корндог. Попробовать можно, интересно, но, на мой взгляд, ничего особенного. Для уличной еды, для фастфуда, ну, наверное, неплохо, прикольно. А так, ну, я, честно, не впечатлен. Огромное спасибо за компанию. Напишите свое мнение, для чего здесь нужна рисовая мука. За лайки, за дизлайки, за репосты. Огромное спасибо. Всем пока.